Звезда сериала Барвиха Марина Орлова давно же выросла из дошкольного возраста, но от мечты жить в домике, как у Барби, не отказалась. И купив квартиру, превратила её... Ну, сейчас вы сами всё увидите. На собственную квартиру молодая актриса из Пятигорска копила 10 лет. Пока училась в театральном институте, работала Снегурочкой и вела детские праздники. Потом соглашалась на любые роли в сериалах. Со временем добралась до большого кино. И вот, наконец, мечта исполнилась. Ну, это такой газон-сцена. То есть здесь я иногда даю концерты. Я ещё не купила стойку для микрофона, но я уже представляю здесь. Олимпийская я с тобой. Нам, наверное, не надо, нам, наверное, не нужно. Я чуть-чуть расстегну, стало здесь как-то душно. Я тебя уверяю, ни к чему это вовсе, как друг другу в глаза. Мы смотреть будем после. Эту комнату актриса называет летним садом. Здесь она сочиняет свои песни. На качелях творческий процесс идёт быстрее. Каждый ребёнок мечтает о качелях в своей квартире. Но не каждый взрослый человек решится повесить вот такие вот качельки в своей гостиной. Особым достижением среди друзей Марины считается раскачаться так, чтобы достать рукой потолок. Моя любимая вообще атмосфера этой квартиры – это когда включаешь подсветку, любимую музыку и высоко-высоко вот так вот. Особенно, когда в ту сторону кажется, что ты сейчас улетишь в окно. На кухне с потолка свисает гигантская яичница-глазунья. Этим своим креативом Марина особенно гордится. Правда, для её реализации актрисе пришлось вручную раскрашивать светильники в жёлтый цвет. Специальную вот эту краску запекала в духовке и вот получили жёлтую. То есть это настоящая яичница, запечённая. Запечённая в духовке, да. Новый рецепт. Марине многое пришлось делать самой. Больше всего времени, конечно же, ушло на спальню, которая Марина превратила в настоящее зазеркалье. Здесь можно прыгать на кровать и петь песню в расчёску. Вот, в принципе, тоже она в каком-то своём роде имитирует сцену. Такая круглая она вся. Но здесь ещё не всё до конца доделано. Здесь я хочу, чтобы бусики слесались с потолка. В такой комнате позавидовала бы даже Барби. Розовая кровать, фарфоровые куклы, мягкие игрушки и розовая искусственная ёлка. Вместо украшений – розовые меховые наручники. Мне очень хотелось иметь настоящий домик для Барби. У меня были какие-то советские большие печки, какие-то сковородки, которые больше, чем сама Барби. Правда, единственное, чему бы точно удивилась Барби, так это шесту для стрип-данса. Актрисе пришлось его установить во время подготовки к одной из ролей. Теперь он пользуется большой популярностью у её подружек. Парни тоже иногда пытаются изобразить танцы у шеста. В такие моменты я говорю, подожди, подожди, сейчас. Начинаем! Актриса признаётся, для полной гармонии в квартире ей не хватает только любимого. Да, я смогла купить квартиру, сделать мне ремонт, но поменять лампочки я не умею. Поэтому Марина, как настоящая принцесса, сидит в своём замке и ждёт, когда её спасёт настоящий принц. В сказочном мире побывали Наталья Родина, Дмитрий Игнатьев, Ньюсблок МТВ.